Всем привет! Вы на канале Кролик Баффи и сегодня я продолжу свое выживание на необитаемом острове с динозаврами. Перед просмотром видеоролика не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Приятного просмотра! Наступила 61-я ночь и в ней я решила защистить остров от злых мобов, так как их скопилось достаточно много. Первым незваным гостем оказался скелет. Для меня он совершенно не опасен, так как на моей груди надется на заре даже нагрудник. Пробежав дальше я встретила двух зомби, которые также хотели напасть на меня. В этот момент со спины подошел другой зомби и начал меня бить, а издалека летели стрелы скелета. Повернув голову я заметила там крипера и еще нескольких врагов, тогда было принято решение немного отступить. Через реку я заметила светящиеся фонари, раньше я никогда не обращала на них внимания и тогда мне стало очень интересно, что же там находится. На другом берегу располагалась деревня и она тоже была окружена злыми мобами. В этот момент около меня скопилось уже очень много монстров и динозавров, поэтому я резко включила смекалку и начала заманивать их в воду. Ведь в воде они не могут быстро передвигаться. Под рукой не было блоков и мне пришлось добывать землю лопатой, чтобы построить небольшую плотину для динозавра. Это меня тоже не спасло, за моей спиной уже сбежали скелеты, которые начали меня обстреливать. Недолго думая я решила переплыть речку и побежать в сторону дома. Сражаясь с зомби я заметила как один из динозавров убил скелета. Мне захотелось проверить, будет ли он убивать других мобов или же нет. И как оказалось он хочет съесть только меня, а на других мобов им все равно. Одного динозавра я заманила в ловушку, где его подорвали криперы, а после чего я резко напала на него. Возле дома никого не было, поэтому со спокойной душой я побежала спать. На следующее утро я решила, что нужно исследовать ту самую деревушку. Убрав все лишние вещи в сундук, я выдвинулась к реке. Через некоторое время я добралась до той самой деревни. На удивление здесь были загоны со свинками и коровами. Но сама деревня была вся в траве. Сразу же было понятно, что жителей здесь и нет и давно. Мне стало очень интересно, почему эту деревню забросили. Тогда я начала обыскивать каждый домик, чтобы найти какие-нибудь улики. В первом доме стоял сундук, а в нем лежали золото и алмазы. Все ресурсы сундуков я забирала себе, ведь все равно они никому не нужны. Во втором сундуке лежали назеритовые слитки. В будущем я сделаю из них броню. По центру деревни располагался большой дом, в котором стоял двойной сундук. И в нем было очень много ресурсов. Но самое ценное это записная книжка. В этот момент я решила, что прочту ее только после того, как осмотрю все домики. Другие сундуки были точно такие же, поэтому ничего интересного в них не лежало. На улице уже темнело, обратно домой было бежать опасно, и я решила, что переночую в этой деревне. Следующим утром я открыла ту самую книгу, в которой было написано следующее. Эта деревня была заброшена много лет назад. Если ты читаешь эту книгу, значит у тебя есть шанс спасти других жителей Майнкрафта. Чтобы отыскать их, тебе придется бежать в западном направлении, и рано или поздно ты наткнешься на нее. Странник, знай, жить в этом мире очень опасно, поэтому всегда смотри в оба, ведь здесь водятся очень опасные динозавры, с которыми ты можешь не справиться. Пожалуйста, спаси оставшихся жителей. Удачной дороги. От этой информации я была немного в шоке, ведь мне казалось, что там будут координаты какого-нибудь клада или крепости. На тот момент у меня была лишь одна цель, отыскать деревню при любых обстоятельствах. Это дело я просто так не могла оставить, поэтому в срочном порядке выдвигаюсь на поиски. На моем пути попалась большая гора, я решила, что нужно на нее залезть и осмотреть территорию, ведь деревня может быть совсем близко. К концу подходил 65-й день, и я безостановочно забираюсь на эту гору. Начинало светить, и я уже практически забралась на верхушку. Потихоньку поднималась по склону горы, как вдруг на меня выскочил скелет. Я хотел скинуть вниз, но я резко схватила меч и начала с ним сражаться. Конечно, эту схватку я выиграла, но я немного испугалась, ведь это было очень неожиданно. Никаких деревень не наблюдалось, поэтому нужно было спускаться с горы и бежать дальше. Ребята, если вам нравится данная рубрика, то обязательно напишите об этом в комментариях. Также не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Под конец дня мне удалось найти то самое место, о котором писалось в книге. Вы только взгляните, каких огромных размеров эта деревня. В ней же было очень много жителей, но пока что никого не наблюдалось. Я очень надеюсь, что жители спрятались в своих домах от злых динозавров. В самом начале деревни расположились торговцы, и они тоже были заперты невидимыми блоками. Пробежав чуть дальше, я заметила первого динозавра, так как дорога была очень тяжелой, я решила немного отдохнуть, а на следующее утро освободить деревню от злых динозавров. Я нашла свободную комнату и легла спать. Наступил 71 день, и я сразу отправилась в бой с динозаврами. На первый взгляд их было немного, но посмотрев вглубь деревни, можно было понять, что их здесь довольно-таки много. С первым динозавром я разобралась за считанные секунды, он даже не смог нанести мне урона. Недолго думая, я побежала к следующему. Этот моп резко побежал в мою сторону и хотел меня съесть, но я же шустрый кролик, поэтому ловко убежала от него. Этот динозавр также не мог нанести мне урон, это было довольно-таки странно. Эта схватка тоже была закончена моей победой. После чего я подбежала к самому большому динозавру, и он сразу же начал меня атаковать и наносить урон. Я очень долго не могла найти его уязвимое место, но в конечном итоге мне удалось это сделать, и он не смог меня покусать. В деревне становилось все меньше и меньше динозавров, и я начала постепенно проверять домики в надежде увидеть жителей. Поднявшись на чердак, я увидела трех торговцев, которые были за решеткой. Я не стала их выпускать, так как в деревне все еще опасно. Как только я убью всех динозавров, так сразу же выпущу всех этих торговцев. В следующем доме я также обнаружила торговцев, которые закрыли себя за решеткой. Пока я рассматривала этот дом, на меня со спины напал динозавр, и я резко собралась и начала с ним сражаться. За считанные секунды я победила эту схватку. Целый день я бегала по этой деревне и убивала динозавров, и в конечном итоге я спокойно могу освобождать всех жителей. На краю этого поселения я обнаружила гостиницу, а в ней были слышны голоса жителей. Они так и просили их освободить. В втором этаже было очень много комнат, в которых были заперты торговцы. Я просто не представляю, сколько дней они провели за решеткой. На третьем этаже была точно такая же картина. Жители гостиницы начали потихоньку выходить на улицу, ведь они очень давно не гуляли по тропинкам своей деревни. Наступила 77-я ночь. Я решила, что эту ночь я буду здесь, а то мало ли злые динозавры нападут на нее еще раз. Долгое время динозавров не наблюдалось, но зато я заметила зомби и скелетов, которые постепенно приближались к жителям. Посмотрев назад, я заметила, что один из зомби уже начал нападать на торговцев, и я сразу же побежала их спасать. Этот зомби заметил меня и пошел в мою сторону, после чего я начала с ним сражаться. С другой стороны, меня начали окружать другие злые мобы, но пока что их было мало, но я была готова к любой схватке. Им тоже не удалось меня победить. Очень странно, но в этой деревне было очень много скелетов, других мобов не наблюдалось вообще. Я только что и делала, как сражалась с этими мобами. Очень незаметно прошла ночь, зачистка от злых врагов прошла успешно. Надеюсь, что следующую ночь жители сами будут от них отбиваться. Я еще раз пробежалась по деревне, осмотрела ее и никаких динозавров не обнаружила. Значит, можно со спокойной душой бежать домой. Жители очень благодарны мне за то, что я спасла их от злых динозавров, ведь теперь они спокойно могут жить и торговать в этой деревне. И я побежала в свой уютный домик. И вот я прибежала на ту самую гору, на которую я забиралась несколько дней. С нее можно видеть крышу моего дома. И вот 80-й день выживания подошел к концу. За эти дни я успешно защитила свой дом и помогла спасти жителей от злых динозавров. И на такой прекрасной ноте я завершаю эту серию. Не забудьте поставить лайки и подписаться на канал. А на сегодня у меня все. Всем пока и до скорых встреч. А вы уже смотрели это видео? Мне кажется нет. Скорее нажимай. А, уже смотрели? Тогда жми сюда и выбирай другое.